МД Регион. Федеральная сеть магазинов поисковой техники. Всем привет! Меня зовут Руслан. Этот обзор металлоискателя Тезора Компадре был снят специально для конкурса «Лучший обзор 2016 года» от компании МД Регион. Немного истории. Компания Тезора Электроникс была основана в далеком 1980 году. Уже 36 лет она производит замечательные металлоискатели. Это огромный опыт, что позволяет фирме давать гарантию на свои приборы 25 лет. А это что-то значит. Итак, вы стали счастливым обладателем металлоискателя Тезора Компадре. Откроем коробочку. Открываем. Вау! И что мы видим? Это чудо инженерной техники. Рассмотрим его поближе. Как и большинство металлоискателей разных фирм, не только Тезора Компадре, они состоят в основном из четырех частей. Это штанга, на которой крепится блок управления, подвокотник, катушка и две штанги. Но специфика Тезора Компадре именно этой модели, то, что катушка и блок управления соединены между собой проводом намертво и не отсоединяются. Не пытайтесь отсоединить провод от блока управления, сломаете и, естественно, потеряете 25-летнюю гарантию на прибор. При сборке металлоискателя могут возникнуть некоторые сложности, так как провод соединен с катушкой и блоком управления. Попробуем его собрать. Как это лучше сделать? Если вы правша, то возьмите блок управления с штангой в правую руку, а в левую руку возьмите среднюю штангу. Аккуратненько вставляем до характерного щелчка и затягиваем пластмассовое колесико, без излишнего усилия, чтобы не сломать. Присоединяем штангу, на которой будет крепиться у нас катушка. Прибор новый, все детали заходят очень плотно. Не надо к этому еще приноровиться. Тоже затягиваем. Осталось подсоединить катушечку. Раскручиваем, или наоборот, закручиваем барашек, в зависимости от обстановки. При сборке и разборке постарайтесь не потерять резиновые прокладки. И барашек тоже. Болт. Вот мне и удалось собрать компадрик. Отрегулируйте длину штанги, так как вам будет удобно искать во время поиска. Итак, компадрик мы собрали. Осталось проверить его работоспособность. Для этого надо вставить батарейку. Компадрик работает от кроны, 9 вольт. Как обещает производитель, металлоискатель будет работать от свежей батарейки 15 часов. Конечно, это зависит от производителя. И, естественно, от погодных условий. Если погода холодная, срок работы батареек сокращается. Для начала мы проверим батарейку крону простым дедовским способом. На язычок. Извините, произошла техническая заминка. О чем-то я... А, и второй способ, как проверить батарейку, это вставить ее в компадрик. Что мы сейчас и сделаем. Поближе, чтобы было понятно, как это делают. На задней панели компадры имеется крышечка. Аккуратно ее тянем вверх и открываем. Открывается блок под батарейки. Аккуратно вставляем батарейку. Стараемся не перепутать полюса. И вставляем крышечку на место. Все. Батарейка вставлена. Следующий этап включение металлоискателя. Компадры. На передней панели компадры имеется всего один потенциометр. Сложное слово. Буду его называть просто колесико. Для того, чтобы его включить, достаточно просто аккуратно повернуть. Очень горластый металлоискатель. К сожалению, громкость на нем никак не регулируется. Поэтому советую вам использовать наушники. Для этого есть специальное гнездо для наушников. Можно будет тихо, спокойно ходить, искать. Не привлекать к себе внимания. Итак, ТЗР и компадры включен. По громкости и продолжительности звука мы понимаем, что батарейка свежая, хорошая. Если звук длится около 7 секунд, значит все в порядке. Итак, рассмотрим принципы работы ТЗР и компадры. Прибор очень простой. Можно сказать, включил и пошел. Достаточно выставить нужный вам режим. Всего их в ТЗР и компадры 5. После включения поворачиваем колесико по часовой стрелке и ставим нужный вам режим поиска. Основные это здесь отсекает железо, фольгу. Есть максимальный режим поиска. Но пока вы привыкаете к металлоискателю и понимаете, как он реагирует на разные предметы, лучше экспериментировать с настройками. Балансировку металлоискатель проводит в автоматическом режиме. Ничего дополнительного для этого делать не надо. Несколько слов о поисковом элементе. Поисковая катушка от Зора компадры на эту модель устанавливается 5,75 дюймов. Ее рабочая частота 12 ГГц. Так называемая у нас снайперка. Замечательно подойдет для поиска на мусорных местах, где много железа и ненужных нам предметов. А также в лесу и в других труднодоступных местах. Тезора компадры очень легкий металлоискатель. Его вес в собранном виде всего 840 грамм. он очень хорошо подойдет детям. Отличный подарок. А если сложить штангу, то у Тезора компадры получится очень маленький размер. Он отлично подойдет профессионалам. Для поиска в труднодоступных местах, где мало мест, можно отлично прозванивать и погреба и чердаки. А также можно использовать его на пляже для поиска ювелирных изделий и потеряшек. А также и заходить в воду. Во время поиска в воде не забываем, что герметичная на Тезора компадры только катушка. ее можно опускать в воду до блока управления. И благополучно можно проводить поиски в таких лесных речушечках. Надеюсь, вам понравился металлоискатель Тезора компадры. Замечательный прибор для поиска и отдыха. Всем удачи и хороших находок! Редактор субтитров